Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поэтому я решил, что нужно создать Некий масштабный достаточно фильм В котором И для себя И для всех Как-то ответить на Судьбоносные вопросы Которые, мне кажется Каждый из нас Задает Потому что мы Неравнодушно относимся К судьбе нашего государства И к тому, что с ним будет И в каком виде мы его передадим Нашим детям Понятно, что Картина Ее изобразительная часть Это весьма индивидуальная часть А вот то, что мы Слышим в картине Это все Свидетельства очевидцев Их умозаключения Какие-то цитаты Они просто собраны В некий Массив закадрового текста Это было сделать непросто Но мне представляется Что вот В таком формате Это как раз Очень правильно Звучит И дает Вот Ту самую документальность Которая И необходима В таком произведении Понятно, что я старался Сделать его Облегчить его максимально И Сделать его в виде Такого Театрального рассказа И пытался Всячески Мы как раз С Михаилом Об этом говорили В самом начале, когда начинали этот проект Что, конечно, много есть фильмов На эту тему Но Вот Восприятие современного человека Оно Искажено Переизбытком информации И получается так, что Человек вроде слышит Всякие факты Цифры Но Все это улетучивается Достаточно быстро Из его сознания Поэтому Мы пытались Максимально избежать Показа Каких-то Архивных документов Названия Всяких Конкретных Дат Цифр Вот Такую информацию Мы пытались Максимально Как бы Сузить И давать только Сущностные Какие-то вещи Без которых Обойтись нельзя И все-таки Пытались Такое Знаете Художественное Осмысление Для Более Комфортного Правильного И серьезного Восприятия Михаил Расскажите Как вы В этот проект Вошли Как я вошел В этот проект Этот проект Вошел в меня Больше Уже Давным-давно Тоже Очень сильно Беспокоит Состояние Неознакомленности Нации Можно сказать Потому что От многих Разных людей Слышишь Почему же Произошло Что так произошло И в основном Люди Освечивают Только один Какой-то Определен Аспект То ли это Немцы То ли это Англичане Сейчас модно Говорить Американцы Или Царя предали Или Царь был слаб Но Так чтобы Совокупность Всех факторов Соединить В одно Единое Такого пока еще Никто Как-то Не осмелился Делать Так что Можно было Сказать Что Не просто Один фактор А это Множество Разных факторов Которые Все соединяются В одно Единое В определенное Время В определенном месте Если бы Одного фактора Не хватало То Может быть Вообще Ничего бы и не было Такого Как-то еще Пока не слышал И вот Это хотелось бы Показать И Благодаря Колоссальной работе Сергея Который Не просто Собирал Хронику Но и Перечитал Огромнейшее Количество Литературы И Проделал По-настоящему Колоссальнейшую Работу Историческую Вывиделось Получилось Такой вот Приятный Красивый Сценарий К сожалению Не очень Получился Немножко Грустный Для страны Для Судьбы Целой нации Для Судьбы Целой империи Но Мы должны Как бы Изучиться Из своих ошибок На уровне Каждого человека И на уровне Нации И только тогда Мы сможем Ити Вперед Из ошибок Ошибки Это шанс Для того Чтобы Чего-то Понять И вот Этот фильм должен составить Задуматься Зрителя О том Что же Пошло Не так И Как можно Будет Предотвратить Похожие Ошибки В будущем То есть Вот Такова Мотивация Была Понятно Хорошо Прошу Кто начнет Да Пожалуйста Александр Просветительский Цент Пересвет Очень тяжело Входить в картину Картина Очень агрессивно Сделана Но в смысле Положительным Потому что Я думаю Что другой Какой-то язык Гладкий Такой Гламурный Он не годится Естественно Для таких Материалов Но потом Постепенно Когда в картину Входишь Она захватывает И Ты начинаешь Улавливать Какие-то Внутренние Течения И начинаешь Снимать свое кино Как всегда происходит Вот И картина Глубокая И Предыдущая Ваша замечательная Картина Рыцарь империи Это же ваша картина Да И я думаю Что вот этот язык И стиль Он хотя и будет Раздражать Конечно У вас будут Оппоненты Но он Может быть Правильно выбранный Вот И главная заслуга Ваша Как режиссера То что Вам удалось Такой колоссальный Материал Спрессовать В такой Пазл Если хотите Попав который Ты Вот в этом Полуагрессивном Состоянии Начинаешь Искать выход И начинаешь Связывать все эти Разорванные нити И Картина Приводит К финалу Она складывается Во что-то Законченное Внутренним Смыслом Но она Еще Достоинство Картины Что она Мравственная Картина Я не хочу Сказать Большего Но она Картина сделана По нравственным Принципам Потому что Первый вопрос Который ты себе Задаешь Когда пытаешься Осознать Какой-то Эпизод Это Мотивы Почему не так поступали И она заставляет думать Она заставляет Тебя самого Угрызаться В этот материал Вторгаться В него Я считаю Это очень большая Заслуга Картины Спасибо А вопросов Единственное Когда вы почувствовали Что картина Складывается В какой момент Когда это произошло Неделю назад Ну конечно Конечно Она шла Очень тяжело Эта картина И она постоянно Менялась В процессе монтажа И нужно понимать Что такую картину Держать в голове Где Более Четырех С половиной Тысяч склеек Это конечно Не для слабонервных И все эти Так сказать Нервные срывы Были Были Тут в процессе Этого монтажа И конечно Я Люблю Начинать Сначала И постепенно Идти Ну где-то На середине Первой стадии Монтажа Я понял Что тогда Картина будет Более трех часов И вот Пришлось Взять себя в руки Менять Сценарные ходы И вот В результате Как только Я нащупал И понял Что это должно быть В виде такой Знаете Театральной постановки То тогда Как-то Все стало Все стало Значительно легче И когда я понял Что в картине Должны быть антракты И увертюра И И некие Такие вот Вещи За которые Может зацепиться Человек Чтобы не Не умереть В потоке Бесконечной Смены кадров Вот тогда Я понял Что да Все Это все Складывается Сам Правда Я на большом Экране Еще не видел Фильма Можешь Посмотреть На самом Большом Экране Прошу Да А Борис Вы Да Прошу Спасибо Так Вот Весь тот Материал Что мы Там Видели В принципе Для советского Человека Он хорошо Знаком Его Намного Раз Показывали Под другим Иногда Так сказать Идеологическим Соусом Вот Помню Был такой Фильм ГДР Кинематографистов Двухсерийный Большущий Русское Чудо Вот там Многие вещи Вот эти Были Отдельное Вам спасибо Что показали Там Шульгина Его Ни в кино Ни по телевизору Никогда не видел Вот И В вашем фильме Тоже важно Не только то Что сказано Да Но и то Что иногда Не сказано Я вот Позволю себе Заступиться За Америку Вот когда В девятнадцатом Году был Версальский Конгресс Да Так он Наверное Назывался То сам Вудро Вильсон Уже По-моему Был в состоянии Приближавшимся К вегетативному А США Отказались Подписать Вот заключительный Документ Вот этот То есть Их подписи нет Кстати говоря Вторая мировая война Выросла Из вот этого Версальского Договора Да Вот Разумеется Вот Ну и собственно Вопрос у меня такой К началу Своего высказывания Возвращаясь А вот Вы что Хотели доказать Так сказать Вашим фильмам Вот Какая Какое Нам там доказывали Что все хорошо Что Революция спасла Россию От гибели От распада А Вот Что Хотите доказать Вы Какая Ну сверхзадач Скажем так Спасибо Ну конечно же Какой-то отдельный Определенный Локальный Сверхзадач Здесь нет Здесь как раз Целый Целый комплекс Различных задач Которые Как мне кажется Вложены в эту картину Ну естественно Основным мотивом Для меня Во всяком случае Является Тот факт Что Эволюция Лучше революции Это Однозначный Вывод Который Зритель должен сделать Посмотрев на эту картину Посмотрев на эту картину Посмотрев на эту картину И потом И осознать Что Любые Революции Ведут К жертвам К крови И К взаимоуничтожению Вождей Мне кажется Что в картине Настолько много Всего сказано И настолько Определенно Это сказано Что Меня Такие вопросы Обезоруживают Честно говоря Если вдруг После просмотра Непонятен Основной Ненавижу Это слово Месседж Да Картины Мне кажется Что Главным Для меня Это было Это Будущий разговор С молодыми людьми Потому что Люди Старшего поколения У них сформировались Определенные Взгляды На определенные События И их очень сложно Как-то Подвинуть Понятно Что они могут Узнавать Какие-то Неожиданные Факты Для себя Какие-то Неожиданные Вещи Могут Приходить Им в голову Но в целом Их менталитет Конечно же Не меняется Вот мне Представляется Что Главное Это Правильно Настроить Тех молодых Людей Которых Еще не засосало Так сказать Не засосало Виртуальное Будущее И Если они Еще в состоянии Вернуться В реальность И как-то На нее Серьезно Взглянуть И попытаться В ней Что-то Сделать Вот Мне кажется Что настроить Их На определенный Их взгляд На вот эти вещи Вот это Мне кажется Очень важно Еще вопросы Да пожалуйста Вы Потом Добрый день Большое спасибо За фильм Вопрос Следующий Без долгих Прелюдий Чем вызвана Симпатия К Николаю Второму В среде Кинематографистов Современных И в принципе Культурных Деятелей Сегодня Ну во первых Не у всех Эта симпатия Есть И у многих Есть Конкретная Антипатия И прав Миша Когда говорит Что многие Приняли на себя Те мифы Которые Были распространены А это Была Целая Система Как бы Формирования Этих мифов И их Вбрасывание В общество Поэтому По поводу Этой личности Самые разные Полярные Мнения И мы Присутствуем Еще При скандале Который Сейчас Развивается С фильмом Матильда И это Тоже О многом Говорит И конечно То что Эта фигура Была Оболгана До такой Ни одна Мне кажется Историческая Личность Не была Оболгана До такой Степени Есть Безусловные Апологеты И абсолютные Противники И это Всегда Происходит Только тогда Когда есть Сильный Повод Для этого И вот Мне кажется Что фигура Николая Второго Она как раз И является Этим Сильным Поводом Потому что Она Настолько Противоречива И настолько Много Мифов И всякой Информации Разного Рода Что Не разобравшись Еще и в этом Тоже Невозможно Понять Как вообще Управляется Россия Одни Говорят Что Россия Так сказать Находится В ручном Управлении Господа Бога Иначе Она вообще Непонятно Как она Существует Другие Говорят Что Просто Вот Прошляпил Так сказать Безвольный Царь Безконечно Первой Нашей Поездкой В этой Картине Была Поездка Вместе С Михаилом Мы ездили По его Как раз Идеи К барону Фон Фальцфейну Которому 105 лет И которого Николай II Держал на руках И который Живет В Лихтенштейне И мы Встречались С ним И обсуждали Этот вопрос И беседовали И беседовали С самыми Разными Людьми И историками И политологами И религиозными Философами И об этом Написано Колоссальное Количество Воспоминаний И всего Остального И в моей Голове Сложилась Совершенно Другая Картина Личности Этого Человека Я не хочу Сказать Что это Был Самый Так сказать Мощный И фантастически Успешный Правитель Но то Что это Был Сильный Человек Что это Был Человек Который Управлял С большим Успехом Долгое Время Таким Мощным Государством И что Это был Человек Который Инициировал Всемирную Мирную Конференцию После Которой Вообще Войны Должны Были Прекратиться И которая Собственно Говоря Состоялась И прошла Но как Обычно Америка Что-то там Не подписала Кто-то Так сказать Покивал Кто-то Согласился Но сделал По-другому Но то Что он Инициировал Вечный Мир Это Это был Шаг Это был Первый раз В истории Вообще Европейской Цивилизации Поэтому Я К этой Личности Отношусь Большим Уважением И слово Симпатия Тут по-моему Неправильное Огромный Интерес У молодежи К истории И Сейчас Как у Любого Медиапродукта Вокруг Медиапродукта Выстраивается Целая Стратегия Его Продвижения Будет ли После фильма После того Как он уже Сформирован И готов К показу Сформирована Его Диджитал Или цифровая Стратегия Для того Чтобы Как можно Больше Людей Прикоснулось К нему И До разной Глубины Могли Изучить Этот фильм И тот Труд Который Вы проделали Хороший вопрос Спасибо Миша Может ты скажешь Я правильно понимаю Что хочется Затронуть Виртуальное Общество Про которое Сергей говорил Два вопроса Выше Да Сергей сам Сказал Что это Пообщаться Да Мы Конечно же Крайне Заинтересованы В том Чтобы Эта Идея Продвигалась И в виртуальном Обществе Но На сегодняшний день Нам просто Не хватает Дополнительных Людей Которые Специалисты В этой области Надеюсь Что вы Айнар Как раз Таким Может быть Нам и Поможете В этом Как Профессионал Но Мы понимаем Что Если У нас Месседж Как Сергей Не любит Это слово Для Молодежи В первую очередь То Надо будет И работать Тоже В этой Сфере Которую Сейчас Молодежь Воспринимает Как Истину То есть Это Медиа Интернета Сейчас Она Намного Больше Правда Подобна Для того Кто Пользуется Этим Чем Само Телевидение С точки Молодежи Что Мы Конечно Будем Стараться Ваш Вопрос Внедрить В Реальность И виртуальную Реальность Спасибо за Вопрос Ну и Потом Еще Можно Сказать Что Вот Опыт Предыдущей Нашей Картины Последний Рыцарь Империи Он Как раз Был Достаточно Позитивен В этом Смысле Его Посмотрело Достаточно Большое Можно Сказать Огромное Для документальной Картины Количество Людей Он Полевидений Мы С ним Объездили Вообще Огромное Количество Городов И Понятно Что Делаются Ролики Которые Распространяются В Ютюбе И вообще В интернете И мы Конечно Попытаемся По максимуму Задействовать Все Возможные Средства Ну Насколько У документального Кино Вообще Есть На это Возможности Да Пожалуйста Я бы Тогда Добить Просто Эту Историю С молодыми Людьми И Как бы Дожать Вас В том Плане Потому Что Когда Смотришь Фильм Вот Эта История О том Что Русская Революция Спонсировала Америка Так или Иначе Возникает Отголосок Из наших Сегодняшних Новостей Что Про Газдеп Который Спонсирует Соответственно Оппозицию Можно ли Тогда Считать Ваш Фильм И Как бы Ваши Нынешние Слова Ну Если Прямо Так Говорить Антиоппозиционными То Сиони Вы За кого Мы За себя Конечно Дело В том Что Мы Находимся В Настолько Сложной Геополитической Обстановке И В Настолько Противоречивой Политической Ситуации Которая Сейчас В мире Что Сейчас Как раз Именно Та Точка Когда Все Должны Прийти В себя И Как-то Понять За кого Они Действительно Это Это Очень Важный Вопрос Но Некоторые Вещи Они Не Рождаются Из Каких-то Умозаключений Нужно Просто Вот Кто Изучает Историю Тот Вдруг Для себя В какой-то Момент Открывает Что Пол Варбург Который Так Сказать Был Главой Федеральной Резервной Системы Имел Брата Который Являлся Министром Финансов Германии И Вот Когда Ты Начинаешь Если Вдруг Вот Вот Такая Ситуация Значит Есть Определенные Вещи О которых Нам Никто Не Говорил До Этого И Из них Состоит Все Информационное Пространство Из Мифов Недосказанных Каких-то Вещей Испутанной Информации И то Что Сейчас Мы Находимся В потоке Мутной Шумовой Информации Все Это Не Просто Так Это Значит Намеренно Кто-то Это Делает Поэтому Мне кажется Что Всем Нужно Держать Ухо Востро И Молодым Людям В первую Очередь Потому Что Программирование Человеческой Психики И его Поведение Сейчас Вот В наше Время Достигло Уже Достаточно Серьезного Уровня И Сейчас Кого Угодно Можно Переформатировать В кого Угодно И Этот Процесс Он Идет И Если Не Начать Какую То С ним Работу То Из Наших Детей Можно Сделать Все Что Угодно Поэтому Нужно Определиться Уже В конце Концов Какое Мы Собираемся Будущее Построить И тут Дело Не В политических Пристрастиях Твоих Сиюминутных Из-за Кого Ты Вот Сейчас За Какую То Партию Я Вот За Будущее Но За то Будущее Которое Я себе Представляю Которое Рисует Все Мое Внутреннее Сакральное Существо Я Вот Хорошо Вижу Это Будущее Но И И И Считаю Что В принципе Чудовищный Ужасный И Неприветливый Мир Превратить В нормальный Теплый И человеческий Можно Вот Так Просто Сделать Первый Шаг Нужно В этом Направлении Просто Уйти С Апокалиптического Пути И Выйти На Нормальный И Все Как только Ты Меняешь Ты Одну Ногу Ставишь На нормальный Путь И Все Ты Уже Не Идешь По Этому Ужасному Пути По Которому Ты Шел Спасибо Еще Хотел Добавить То Что Мы Вообще Не Против Кого Либо В принципе Такого Никогда Не Преследовалось Против Оппозиционеров Или Против Путина Или Против Кого Либо Фильм Про События Которые Были Сто Лет Том Назад Наша Задача Было Максимально Объективно Показать Эти События Если Кто-то Видит В этом Параллели На Сегодняшний День То Значит Это Хорошо Мы Приветствуем Потому Что Это Значит Что Пошел Процесс Смышления И Люди Начали Думать Что Тогда Произошло Обычно Люди Делают Ошибки Для того Чтобы Учиться Но Дело В том Что Если Продолжить Эту Мысль Не Научился Один раз На этой Ошибке То Судьба Подкидывает Потом Еще раз Такую же Шанс Сделать Такую же Ошибку Если Еще раз Не научился То Это Бесконечный Круг И Мы Желаем Чтобы Наша Страна Все-таки Из этого Круга Рано или Поздно Вышла И Каким Это Будет Путем Это Только Путем Понимания Прошлых Ошибок Вот и Все Никаких Против Нет Он Только За Николай Гладких Гильдей Кинокритиков Скажите Пожалуйста Каково Соотношение В визуальном Ряде Вашего Фильма Материала Неигрового Игрового Заимствовано Из разных Фильмов Цитат Невероятное Количество Просто И Материала Специально Доснятого Для этого Фильма Надеюсь Гармоничное Ну Конечно Конечно Мне кажется Что это видно Из картины Где материал Игровой Где документальный Потому что документальный Материал Невозможно Спрятать От него Идет Та Энергия Правды Которую Невозможно Скрыть Я надеюсь Что даже Даже Соседство С ним Материалов Из игровых Картин Оно только Дополняет Его Только Выявляет Какие-то Важные Сущностные Вещи Ну Понятно Что если В процентном Отношении То наверное Ну Процентов 20 Снято Процентов 30 Игрового Материала Остальное Документальный Но В данном Случае Это Такой Сплав Чего-то Такого Что Это все Превращает В нечто Единое Ясно Конечно Что Много Хроники Которую Используют Все Но мы Постарались Вот ее Как-то Увидеть По-новому Да В иной Контекст Поставить Вопрос О том Что Что касается Знания Ведь На самом деле Вы Говорите Постоянно Слово Правда То есть От Правды Не Уйти Правильно Я понял От Истины Не Уйти Правд Их Много Конечно Хорошо Значит От Истины А Вот Каким Образом Можно Осветить Как бы Нашу Страну Францию Между Которой Есть Некакие Как бы Нетопонимания То что Не Проблемы О том Что Происходит Именно В России Очень Сложно Вообще Большая Проблема Идет Пропаганда С двух Сторон Постоянная Пропаганда И со Стороны Кремля И со Стороны Наших Элизей И в этом Народ Конечно Ни с той Ни с другой Стороны Ни в чем Не виноват Вот Я считаю То что Лично Извините Пожалуйста Я как Тоже Режиссер Документального Кино Считаю То что Именно Документальное Кино Авторское Документальное Кино Имеет Смысл И возможность Именно Каким-то Образом Открыть Новый Диалог Скажите Пожалуйста Что Предпринимает На сегодняшний День Документальное Общество Кино В России Чтобы Мы смогли Побольше Побыстрее Узнать Поближе Сойти С Западом Россия И Запад Что можно Сделать Игровое Кино Никто не Смотрит С тех пор Как Летят Журавли Никто Ничего Не знает О нашем Игровом Кино А вот Документальное Снимается Немцами Французами А русское Документальное Кино Очень редко Проникает На наш Рынок Ну я могу Сказать Только то Что я Так же Как и вы Считаю Что документальное Кино Имеет Гораздо Больше Прав на Существование Чем игровое Потому что Все таки Игровое Кино Если не Брать Шедевры Оно Очень быстро Стареет И вообще Так сказать Только засоряет Информационные Потоки И понятно Что на документальном Кино лежит Огромная Ответственность И как раз Вот в этом Смысле В котором И вы говорите Потому что Весь мир Находится Вот в ужасе Этих всех Последствий И всех этих Революций И войн И всего остального И пока Мы не начнем Нормально говорить Друг с другом А не на языке Пропаганды Одних идей Против других То Невозможно Построить Нормальное будущее И тут Есть несколько Путей И нельзя Сбрасывать Со счетов Например Такой Как Временное Прекращение Отношений Между странами Например Когда страны Закрываются Друг от друга И разбираются Сами в себе И перезапускают Отношения Между собой И выводят Их на совершенно Новый уровень Потому что Такое количество Путаницы Которое сейчас В международных Отношениях Возникло Но такого Просто не было Никогда Потому что Если раньше Все-таки были Я не знаю Короли И какие-то Серьезные Исторические фигуры Какие-то личности По-настоящему Уважаемые Большие политики То Сейчас Если мы посмотрим На ландшафт Так сказать Современных Управителей И этого Несчастного Мира Оказавшегося В руках Просто Каких-то Дай бог Чтобы существовало Какое-то Тайное Мировое Правительство Но только Нормальное Какое-то Которое Разбирается В этом Во всем Потому что Если мы Посмотрим На лидеров Государств Просто Внешне Даже Но это Просто Несерьезно Что такие Люди Управляют Государствами Поэтому Конечно Нам Со своей Стороны Вам Со своей Стороны Нужно Как-то Эту Ситуацию Гармонизировать Но На конкретный Ваш вопрос Конечно Только Либергал Может Ответить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому